Вот так оптимистичный и с хорошим настроением юбиляр Галия Сибгатулина встречает свой 85-й день рождения. На праздники в детской библиотеке за столиками с угощениями собралось много гостей. Одним из первых именинницу поздравил глава города Сергей Бурдыгин. Я от себя и от всех жителей Бурдкинского хочу сказать слова огромной благодарности за ваш труд и во время войны, и после войны. И хочется пожелать вам здоровья, чтобы вы подольше были с нами, не сомневаясь, что еще не один юбилей вами встретим. Обратите внимание на ее силу духа, на ее юмор, на ее энтузиазм. У нее глаза до сих пор горят. Она не просто в зал зашла, она еще и танцевала. Галия Сибгатулина родилась 11 февраля 1931 года в Ижевске в многодетной семье. В 41-м всех мужчин из семьи забрали на войну. Осталось 10 человек, дети и женщины. Жить было тяжело, еды не хватало. Совсем скоро 10-летняя девочка поняла, что война – это худшее, что может случиться в жизни страны, а значит и в жизни каждого. Судьба не баловала девушку с детства. Когда Галие едва исполнилось 13 лет, она устроилась работать продавцом. Фасовала хлеб для фронтовиков. Большое вам спасибо. Ведь на самом деле в те трудные годы, когда война была, когда из разрухи страну поднимали, каждый носил свой вклад. Кто-то сбивал самолеты, кто-то истреблял танки, кто-то толкал вагонетки. Все давали нашу победу. Ну а здесь вот, я честно говоря, чай взял, бальзам башкинский, да, он, говорят, бодро здорово. Но я считаю, этому человеку вообще бодрость-то, хоть это, через край отбавлять. Но все равно, в чай можно добавлять. Можно, конечно, 50 грамм и так, но тогда за руль и садитесь. В свой юбилей Галия Сибгатулина принимала много поздравлений и от гостей, и, конечно же, от родных и близких. В этот день именинницы желали здоровья, долгих лет жизни, оптимизма и бодрости. Но самым главным подарком для Галии Сибгатулиной были и останутся любовь и внимание родных и близких. Елена Канина, Илья Квасов, Новости Губкинского.